Приветствую! В этом видео мы поговорим о том, что такое белый билет и с какой записью в военном билете можно выехать из Украины. Ну и конечно разберемся с тем, а нужны ли какие-то дополнительные документы для выезда из Украины мужчины во время военного положения. Итак, самый белый билет. Самый-самый белый. Звучит запись так. Непридатный до військовой службы с выключением звездкового облику. Вот если у вас такая запись, то это самый белый билет. Вы уже не являетесь военно обязанным, вас не могут призвать и вы можете выехать из Украины в любой момент. При этом, в зависимости от того, когда вам внесли эту запись, нужны будут разные дополнительные документы. Рассмотрим первый вариант, самый популярный. Вы получили такую запись во время военного положения. Чтобы выехать вам, нужно дополнительно к военному билету иметь справку ВЛК, в которой будет также соответствующая запись. Естественно, справку нужно проверить на наличие всех реквизитов, чтобы печать была, там даты стояли, номера и прочее. Также, вы можете выехать не только, если у вас есть вот эта справка плюс военный билет. Вы можете выехать, если у вас есть справка плюс темчасовое посвящение військового зубовязанного. То есть, здесь мы ставим знак равенства, по сути, между военным билетом и вот этим временным удостоверением военно обязанного. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что запись должна содержать слово «исключен». Не снят, а именно «исключен». Далее, рассмотрим следующую ситуацию. Вы получили такой военный билет до момента введения военного положения за последние 14 лет. То есть, начиная с 2008 года. И, соответственно, у вас стоит такая запись со ссылкой на 402 приказ МОУ за 2008 год. В этой ситуации вам не нужно вообще никаких документов. То есть, вот этого военного билета плюс паспорта вам достаточно для выезда из страны. Ну и третий вариант. Если вы получили до 2008 года, либо там чуть позже, но у вас нет ссылки на 402 приказ, то вам для выезда нужно подтвердить ваше исключение с учета. Это звучит абсолютно глупо, потому что вы можете сказать, ну стоп, в смысле, в военном билете написано, что я исключен. И я с вами согласен. Это не просто звучит глупо, это и есть глупо. Тем более, что на сегодняшний день нет ни одного нормативно-правового акта, который бы обязывал человека подтвердить, что его исключили с учета. Но пограничники думают по-другому. И, например, если вас там в 2001 году, в 1991 году исключили с учета, приехав на границу, вы можете получить отказ с пересечения госграницы. Никаких разумных объяснений, законных объяснений со ссылкой на нормативно-правовые акты вы не получите. Вот просто у них такая позиция. Что в этой ситуации нужно делать? Нужно пойти в тот ТЦК и СП, где вас исключали. То есть, понятно, что раньше это был военкомат. Ну, вы же, в принципе, знаете, какой это был военкомат, да? Идете туда и просите их подтвердить, что вас исключили с учета. Сейчас они уже, в принципе, зная эту проблему, не смотрят на людей, как на дураков. И достаточно часто и легко можно получить справку. То есть, вас в этой ситуации не будут повторно на ВЛК направлять. Вам просто выдадут справку о том, что, мол, мы подтверждаем, что вот есть такая запись. И вот этой справки, которая ничем не предусмотрена, ни в каких правилах, ни в каких постановах этой справки нет. Но вместе, показав на границе эту справку и военный билет, люди спокойно выезжают. Идем дальше. Следующая запись. Непридатный довезьковой службы. Точка. Что делать этим людям? Могут ли они выехать? Да, могут. Имеем уже огромнейшее количество подтверждений, что люди, которые непригодны к воинской службе, но без исключения с учета, нормально выезжают. Что касается документов дополнительных, справки ВЛК, либо ненадобности в справке ВЛК, та же самая история. То есть, если с февраля 22 года получили такую запись, то справка нужна. Если раньше, то справка не нужна. Далее. Тынчасово непридатный. Временно непригоден. С этой записью также люди могут выезжать. Также подтверждено это практикой, при этом не имеет значения, насколько там вас признали непригодным. То есть, если у вас запись тынчасово непридатный на строк до, то есть не имеет значения на два месяца, на три, либо на шесть месяцев, вы можете выезжать. По документам, естественно, такую запись можно, вернее так, можно выехать с такой записью, только если вы получили ее во время военного положения. И, соответственно, идеальным набором документов в этом случае будет два документа. Первый документ – это военный билет, и второй документ – это довидка ВЛК. Соответственно, если у вас эти документы есть, выезжайте вообще без проблем, если вам дали довидку ВЛК, но не дали военник. Что в этой ситуации делать? Ехать. Мужчины выезжают из Украины по довидке ВЛК, в которой написано «тынчасово непридатный». Не всегда с первого раза. Вот единственная проблема, что здесь нужно будет найти еще того пограничника, который пропустит. В большинстве случаев люди выезжают с первого раза, в некоторых случаях приходится ехать там второе, третий раз. Но главное, что выехать с этой записью можно. Проверено на практике многократно. Следующая запись. Непридатный до військовой службы в мирный час, обмежено придатный у военный час. Если у вас такая запись, то выехать вы не можете. Никакие дополнительные справки, ничего вы не можете уже приложить, чтобы выехать. Вот все. Если такая запись, вы не выездной. Ну, в смысле, не выездной по состоянию здоровья. То есть, естественно, вы можете выехать как человек, сопровождающий инвалида. Там вообще без проблем. Но вот именно по военному билету, да, по состоянию здоровья вы выехать не можете. Обмежено придатный. Та же самая история. Если вы сейчас проходили военную комиссию, медкомиссию ВЛК, то и получили вот этот статус обмежено придатный, то выехать вы не можете. Потому что как бы не хотелось, как бы грустно не звучало, но в этой записи ключевое слово не обмежено. Ключевое слово придатный. А это означает, что человека, признанного ограниченно пригодным, могут призвать на воинскую службу. А, соответственно, раз мы его можем призвать, мы его не отпускаем. Мы не разрешаем ему выезд. Поэтому, если у вас запись обмежена придатный, не пробуйте даже выезжать. Вот поверьте на слово. Если вы мне сейчас на слово поверите, вы сэкономите деньги, вы сэкономите нервы, вы сэкономите время. Это те, то время, те нервы и те деньги, которые вы потратите на попытку выехать, на безуспешную попытку выехать. Не нужно этого делать, даже потому что, поверьте, мне на слово, а мое слово, оно же базируется не только на знании законодательства, но и на знании опыта людей, опыта тех людей, которые не смотрят мой канал. Они поехали, а потом с границы где-то находят мои контакты в интернете, звонят и говорят, а чего нас не выпустили? Я же обмеженно придатный. Ну, потому что обмеженно придатных просто не выпускают. Соответственно, с записью, обмеженно придатный, або непридатный до військовой службы в мирный час, обмеженно придатный у военный, с этими записями не выпускают, с этими записями человека могут призвать. Имейте это в виду. Друзья, на этом все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, на котором есть масса интересной информации, которой нет на ютуб-канале. Ну, а также там мы размещаем всякие интересные, веселые новости для того, чтобы хоть как-то отвлекаться от происходящего. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.